Это лучшая подготовка к ЕГЭ. Начался оригинальный этап на Всероссийскую Олимпиаду. В Приморье таким образом развивает работу Центра в поддержке отдаленных детей, сформированных на базе лучших вузов и школ. О важности этой работы напомнил и Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. О волнении и экзаменах расскажет Станислав Васильченко. Три дня по восемь часов. Полноценный рабочий день. А за партами школьники. Лучшие ученики Приморья готовятся к большому испытанию. Всероссийской Олимпиаде. На региональном этапе пока прошли только химию. Пара были сложные, умные. Учителя были все университетского преподавания. Все давали очень много своих знаний. Может что-то было непонятно, может что-то непонятно, но это нам же опять же пригодится в будущем. Дальше будут биология, информатика, математика, экология, английский и китайские языки. На последнюю дисциплину мы по понятным причинам возлагаем особые надежды. Но главное для участников не победа. Валерия соревнуется не первый раз и все полученные навыки собирается использовать при сдаче ЕГЭ, чтобы потом поступить в медуниверситет. Наверное, это больше как-то к саморазвитию относится. То есть интересно узнать, насколько я хорошо могу мыслить. Тут как бы больше на логику идет. Я первый раз выхожу на оригинальный этап. Вообще я занимала первые места в школе и так далее. Образовательную программу Тихоокеанских школ готовили преподаватели, студенты, аспиранты ДВФУ и даже ученые институтов Академии наук. Организаторы постарались сделать каждый из курсов максимально насыщенным. Столько информации не дает ни одна школа. Стать участником регионального тура может любой школьник, начиная с девятого класса. Основное условие – показать хорошие результаты на городском этапе Олимпиады. Никаких ограничений по факту-то и нет. То есть все упирается именно в то, как ты написал саму Олимпиаду у себя в городе или в районе. Если ты занял место, победил, либо же стал победителем Олимпиады, то тебя могут, естественно, спокойной душой отправлять. Продемонстрировать свои познания в химии готовы 46 участников со всего Приморья. Из них всего 5 девятиклассников. Председатель жюри Владимир Реутов объясняет все дело в уровне школьной подготовки. Это всего лишь на себе обозначает, что на уровне районных Олимпиад, на предшествующем туре Олимпиады, ребята плохо написали Олимпиаду. То есть не справились с заданиями, хотя там были они не суперсложные. На краевом туре, само собой, гораздо более сложные. То есть это, ну, с некоторой стороны говорит о уровне подготовки, школьной подготовки сейчас. Очень скоро жюри проверит лабораторные работы и объявит победителей регионального тура Олимпиады по химии. Следующие участники попробуют свои силы уже в других дисциплинах. Серия зимних тихоокеанских школ продлится до 23 февраля. Всех призеров ждет всероссийский этап Олимпиады. Стас Васильченко, Руслан Мартынычев. Панорама. Продолжение следует...